7 октября день феклы назван честь святой первомученицы равноапостольной феклы ей было 18 лет из рода знатного и славного была обручена знатным и красивым юношем в городе апостол павел сказал ей что от раковица хранящая ради любви ко христу свое девство подобно ангелам она невеста христу а христос есть ее жених вводящий ее в чертог свой небесный фекла отказалась от жениха ее попытались обесчестить но по и молитве скала раступилась и поглотила ее народе этот день называют днем феклы заревнице и все потому что сегодня начинают выжигать сорную траву от чего зори становятся багряными крестьяне и сейчас топили печь для просушки снопу сушить хлеб дело сложное им занимались самые опытные мужчины затем начинали молотить хлеб и начинали это делать с зажинного то из первого снопа который летом после уборки урожая ставили в углу избы из него выпекали хлеб который делили на всех членов семьи полагали что так все члены семьи приобщаются к священной пище которая дает достаток и благополучие сегодня молодые девушки гадали на свое будущее ночью в открытое окно просовывали руку с пирожком если его никто не заберет весь следующий год будешь в девках ходить если пирожок возьмет холодная рука брак будет плохим теплая и мягкая ладонь предвещает удачное замужество также верили что фекла способствует счастливому браку а поэтому частенько на сегодня назначали свадьбы сегодня отправлялись на последний сбор грибов боровиков в этом году обязательно осеняли себя крестным знамением так как верили что с приходом холодов нечистая сила беснуется и леший может утащить в лес детям ходить за грибами запрещалось приметы сегодня обязательно прияли чтобы была удача в домашних делах сегодняшний гром предвещает мягкую зиму если солнце сегодня светит ярко и восходит быстро к перемене погоды и эти продукты самое интересное знаете что вообще у нас произошло сейчас с продуктами для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты и особо не видоизмененные но продукты несут вкусовые ощущения и как бы сказать можно с помощью продуктов себя разбаловать можно и поэтому поэтому сейчас кулинария сейчас пищевая промышленность пошла по пути вот потакание извращенным вкусом человека вафли вы там ели пирожные кофе там пьете с сахаром и так далее так далее и что как вафли это было страшно сказать в каком году а вы что не ели вафли в детстве а печенье и печенье доел а сейчас постараюсь стараюсь как можно реже только при большой необходимости съесть а вы какие в детстве любили вообще что вы любили в без еды у вас были какие-то капризы или отдельные вкусы детство было конечно не такое богатое как сейчас поэтому семья рабочая была и в основном это ну что любили там картошку селедку действий вот вот такое мясо изредка там было это хорошо кстати что мясо изредка было так вот хей как говорит он 25 килограмм поправился не до 60 а до 80 и стал себя чувствовать свежее работоспособнее чем в молодости вот что значит правильное питание он полностью выздоровел хотя медицинские светила его времени считали что обречен на верную смерть впоследствии хей с помощью разработанным и методики питания на основу диеты их он закутал вот ну и привлечением других ослабительных средств лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней так хочу показать как это выглядит ну прекрасный как раз таки мы в операционном виде делали да мы сегодня то и сидим а так их можно как пельмени наделать наделать и на какой-нибудь допустим там праздник детский даже на взрослые я вам скажу что вот случае допустим моего дня рождения у меня такой десерт я считаю что я правильно танюши мы поздравляем с днем рождения на веке стоит за кухонным столом но тем не менее мы спасибо большое и с удовольствием сидим сладкую а вот мёдом да 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 кстати она и с медом и без медов будет немножечко сладенько сладенько да я очень рада что я провожу этот день с вами друзья честное взрослое слово ну как отлично может постоять еще надо им чуть-чуть в холоде пушка немножечко постоит питаются да у вас деда упитается сок прикольно еще подсохнет и будет вообще великолепно и так мы с вами разобрали питание хун закутал немножечко разобрали что его надо применять в своей практике и те люди которые действительно применяют могут жить не отдельной семьей а целым временем без болезней долго хорошо чего и мы вам желаем а а а а